Доблестно трудился около 40 лет. Сегодня свой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны и труда Фарид Гадиевич Насыров. Поздравить его с 90-летием пришли родные, представители городской администрации и наша съемочная группа. Поздравить вас сегодня в этот замечательный, прекрасный, солнечный день. С юбилеем вас, с 90-летием, со дня вашего рождения. Вы человек, исторический вычленник легенда для нашего города. Родина Фарида Гадиевича – город-герой Сталинград. Его родители были педагогами и всегда старались передать сыну свою тягу к знаниям, что, несомненно, передалось Фариду Насырову. Он учился в Казанском ремесленном училище, продолжил образование в Горьковском индустриальном техникуме и закончил его в Ленинградском политехническом институте. Хотя еще в школе мечтал стать учителем. У меня были фотокарточки, такие типа открыточки. Там было нарисовано институт инженеров коммунального строительства или педагогический институт. И из них выбирал и останавливался на педагогическом институте. Когда началась Великая Отечественная, Фарид Насыров едва успел окончить девятый класс. В годы войны трудился в колхозе. Бригадир приходит ко мне и говорит, помогите колхозу. Я говорю, что пошли пахать на 15 лет. Я говорю, я никогда не пахал, я тебя научил. В 1955 году после окончания института Фарид Насырова по направлению распределили на Муромский радиозавод, где он трудился около 40 лет. Последние 7 лет был главным технологом завода. После окончания института пришло перечень учреждений, куда распределяют выпускников. И среди них были разные и Сибирь, и Украина, и Узбекистан. И в том числе и Муром. И в том числе и Муром. Я выбрал Муром. Фарид Гадеевич воспитал замечательных сыновей. Старший стал музыкантом. Сегодня он преподает в третьей музыкальной школе, а младший – врачом. В настоящее время живет с семьей в Эфиопии. Анастасия Белова, Николай Молоденов. Новости Муром.